Ух ты! Что-то хорошее. Прям не тянется. Друзья, первый флаг, первая сработка. Делаем подсечку и погнали. Есть. Идёт первая. Вот она, смотрите. Лёд прозрачный. Всё хорошо видно. Есть. Первый экземпляр на льду. У нас позади вторая сработка. Вот такая вот щучка. Ну вполне достойная. Бежим дальше. Бежим дальше. Тут тоже так называемый Казак Крючок. Поэтому надо сразу подсекать. Есть. Это небольшая. Это малышка. Грамм 600-700, наверное, щучка. Супер. Начало попёрло. Казаки начали работать. Начало отличное. Две сработки сходу просто. Только чуть-чуть расцвело. Сразу щёлк, щёлк. Щука есть. И она клюёт, ребята. Ждём дальше трофейную рыбу. Здесь есть экземпляры. Давайте расскажу немного по поводу крючков. В общем-то, на некоторых жерлицах у меня стоят вот такие вот казаки. Это самодельные крючки из проволоки. Они очень интересны тем, что засечка почти стопроцентная, сходов мало, но при этом надо бегать к жерлицам. Насаживается она следующим образом. Значит, вот здесь вот заводим живца и под кожей проводим крючочек. Таким образом. Живец у нас всегда будет стоять вертикально и приманивать рыбу. Всё. Вот такая вот красивая заряженная жерлица у нас получилась. Попозже расскажу, как они сделаны. Так, баттер тоже размочился. О, доброе утро, да? Да. Это вот доброе утро. Хорошая щучка, покрупнее моих. Килот 200. Да. Вообще сильные, да? Да-да-да. Я думаю, что-то уже там душка такая может. Сопротивляется весело. Начало весить. А вон там вот рассвет. Рыбаки ещё приехали. Под камышом ставятся. Красотенька какая. Ребята, сработка прям под лагерем. На баттере жерлицу. Ух ты! Что-то хорошее. Баттер ушёл как раз вдаль туда. А тут у него гаг стоит. Хорошая чё-то щука. Прям не тянется. Где ты? Сорвалась, даже не увидел. Не просёк я на его крючок. Вот это была рыбина. Это было явно за трёшка. Вообще не тянулось. Просто иногда вставал и всё. Хотел подвезти, но не так и не увидел. Смотрите, как прёт, ребята. Наверное, хорошая рыба. Ну, здесь вроде гаг стоит. Поэтому всекаем сразу и жёстко. Так, так, так. Есть. Да. Хорошая рыба. Где-то сзади. Вот она. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Что, тоже сошла? Ну, ёппер-сэ-тэ. Почему вы сходите? Засечка почти стопроцентная. Сходов мало. Но при этом надо бегать к жерлицам. Ещё раз такое повторится. Я их поснимаю. Отвечаю, эти крючки. Маленькая, главное, засекается. А большая... Нет. Как так-то? Давай, зови родителей своих здоровенных. Новая сработка. Снова. Снова на этот крючок. У меня... Ох, нихера себе. Оторвало всё. Карабин сломался. Я так не выдержу. Я так не выдержу. Что за три схода сумасшедших? Короче, рассказываю. Первый сход – огромная щука. Второй сход – трёшка. Третий сход – просто поклёвка. Я всекаю в стену. Вот я просто всёк, как будто вот в лёд вот так. Херакс. Бах! Карабин лопается. На 24 килограмма разрывная нагрузка карабина. Как? Что за рыба там была? Что за жесть здесь творится вообще? Когда я уже вытащу эту здоровую? У меня уже было, ну, как минимум, два шанса. Два. Оба упустил. Да чё здесь происходит, а? Так, ну, надеюсь, сейчас не оторвётся. Есть. Нормальная. Вот она. Вытащили. На казачка. Какая борзая щука здесь. Это вообще шок-контент. Эту просёк. Хорошо просёк. Такая келуха. Там ещё у меня флаг стоит. Погнали. Но сначала снаряжаем эту жердицу. Прикол в том, что можно ставить как живых, так и дохлых живцов. И, в принципе, результат и на тех, и на других будет хороший, если рыба активна. И либо неактивна. Вот. Вот так ставим. Вон вертикально у нас там стоит. Капец. Бешеный клюв называется. Там под камшом вообще нет сработок. Все срабатывают на глубине жерлицы. Вот так вот ставим. Подымаю я на три оборота. Раз, два, три. Этого достаточно. Так, давайте пробежимся по поводу расстановки жерлиц, поиска рыбы на незнакомом водоеме, на большом озере или водохранилище. В общем, для начала надо расставить жерлицы максимально далеко друг от друга и посмотреть, где начнутся сработки. Надо поставить как на глубину, так и на мель, под камыш, может быть, и так далее. Там траву найти. А потом уже где начинать срабатывать, туда и переставляться. У нас сейчас работает середина водоема. Вот. Пожалуйста, вот так работает. Под камышом жерлицы вообще стоят, молчат. Блин, как она мотает здесь, я в шоке. Ну, думаю, можно уже и подсекать. Ого! Есть контакт. Хорошенькая. Идет. Где-то оттуда. Тяжеленькая рыбка, но не такая, конечно, как до этого у меня сорвались. Это самый страшный момент, когда она под лукой начинает выкручиваться, выпендриваться. Вот это вот начинается у нее. Смотрите, не идет вообще. Он по кругу просто. Плывает. Ну, такая, как у Баттера. Бодренькая щука. Смотрите, она кое-что сопротивляется вообще, как сумасшедшая. Не дается, просто не дается. Леска репит. Щука плывет. Нет, даже поболее. Хороший экземпляр рыбы. Хороший. 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 Давай, уставай уже. Роднулька. Ничего же, она не высходит. Вроде... Оба. Нормально. Подвушку щука. Подвушку. Засек на тройник. Вот это я понимаю. Это засечка. Что надо. Фух, кайф, капец. Давайте заодно расскажу по поводу жерлиц. Ну, в общем-то, это моя самоделочка. Выполнена она из стойки алюкабонда. Вот такого вот профиля. Далее идет труба. С заглушкой мебельной. Вот здесь вот катушка. Леска 0,4 диаметра. Ну, и флажок прошитый. Здесь установлена термоусадка, чтобы фиксировалась жерлица хорошо. Собственно. Собственно, и все. Для начала я измерил глубину, зафиксировал флажок. А потом уже насаживаю живца. Тройники под спинку по классике. Ой, какая хорошая рыба, а. Капец. Капец, как приятно таких ловить. Кстати, кто хочет на рыбалку, ребят, я оказываю услуги рыболовного гида. Город Астана. Кто желает, welcome, пишите в инстаграме мне. Вообще, вся информация будет там, в описании ссылка. Подписываемся, общаемся. Еще раз на нее посмотрим. Кайф. Вышло солнышко. Вообще, клево так стало. Жерлицы чуть-чуть подзамолчали пока что. Ну, ничего. Сейчас попрет. Ну, вот, наконец-то береговая зона сработала. Возможно, к вечеру именно тут будут поклевки. Большинство очень хорошо крутит. Ну, в общем, рыба сегодня активна. Место классное. Все сделали правильно. Осталось поймать трофеи. У нас все еще есть надежда на вечер. Вы слышите этот звон катушки? Думаю, сейчас к вечеру должна прям здоровая клюнуть. Она уже у нас клюнула утром, но сорвалась. Сейчас будем эту вытаскивать. Просто красота. Клев, как в Якутии, ребят. Реально. Уже и двушек хорошо взяли по количеству. Баттер особенно. У меня хорошая рыба. Просто класс. Что, я думаю, пора подсекать. Она куда-то уверенно к камышам топает. Есть. Хорошая рыба. Хорошая рыба. Тяжелая. Ох, е-мое. Не могу нарадоваться. О, вот она. Вот она. Нормальная. Кило с копейками есть. Блин, так круто, когда ее подо льдом видно. Так, что там по живцам у нас. Ой. Вот такие вот размеры, ребят. Самые хорошие вообще. Лучше некуда просто. Щука не любит мелких живцов. Ей нужен нормальный размер, чтобы она съела одного и наелась. Кстати, видите, ребят, много очень трещин во льду. И было утром идти удобно. Везде видно, какая толщина. Да. Прям клёво. Удобно. Вот что значит мотает, ребята. Катушка просто звенит, не останавливаясь. Я в шоке. Вот это я понимаю, да? Вот это вот нормальная поклёвка. Как положено. Идёт. Идёт щука. Вот с той стороны. Сейчас будем смотреть, где она. Пока не видно. Пока не видно. Вот она. Вот она. А так крутила. Как будто десятка. Ей-богу. Ну что, мы завершаем этот видеоролик. Раздулся уже ветер достаточно сильный. Вечер. Вот такой вот у нас улов. Хорошие щуки. Очень приятно. Хорошо половили. Поотпускали. Но своё взяли. Всё. Всем не хвастанет шуи. Подписывайся на мой инстаграм обязательно. Жду ваших комментариев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok